Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Почти сутки продержалась рождественская перемирие в районе проведения антитеррористической операции. Вечером боевики применили минометы, сообщил спикер штаба Василий Лабай. Также во время выполнения боевого задания на Луганском направлении ранение получил один украинский защитник. На Донецком направлении противник из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО у Верхнеторецкого. Здесь оккупанты выпустили в сторону наших защитников полтора десятка мин. Украинские военные огонь не открывали. На других участках линии соприкосновения нарушение режима тишины не зафиксировано. Часы затишья на передовой позволили украинским армейцам отметить Рождество. На праздничном столе 12 блюд, есть котлеты и торты. Сумели армейцы приготовить и кутю с изюмом и маком. Парни постарались, выполнили все на отлично. Приготовили 12 блюд. Кутья – это главное праздничное блюдо. Есть также котлеты, разные салаты. Готовятся голубцы. Мы купили также торты и напитки. Вот так и будем праздновать. Домашние сладости на передовую. Две запорожские хозяйки несколько дней готовили печенье, чтобы украинские защитники на Рождество почувствовали домашнее тепло. Передали их волонтеры. Сегодня это уже четвертый противень, который мы успели сделать. Надеюсь, печенье будет очень вкусное. 6 килограммов домашнего печенья Виктория и Ольга готовили двое суток. Сладкие рождественские гостинцы для бойцов на передовой хозяйки пекут четвертый год подряд. Гостиницы упаковывают и передают с волонтерами на фронт. Специальная ленточка с любовью. Мы их всех ждем, любим, ценим. Место празднику есть даже в полевых условиях, уверяют военные погранотряда КПВВ Гнутова, что в Донецкой области гостинцам от Виктории и Ольги радуются, как в детстве. Это наши запорожские волонтеры пекут, а мы развозим. Спасибо. О, рогалики. Такие теплые приветы – настоящее чудо, говорят бойцы. Дисно за тысяча. Пока затишье, слава богу. Хочется верить, что затишье продержится как можно дольше. И вообще в новом году воцарится мир и победа Украины. Мария Александрова, Константин Кот, ЮЭй ТВ. Крымские правозащитники обратятся в ЮНЕСКО с просьбой посетить Ханский дворец на аннексированном России полуострове. Об этом заявил адвокат Эмиль Курбединов. Также он хочет получить официальный ответ от России о том, кто давал разрешение на демонтаж зданий и кто выступает подрядчиком. А уже после будет обращаться в международные инстанции с требованием защитить историческое наследие крымских татар. Тем временем в социальных сетях проходит кампания против разрушения Ханского дворца. Десятки крымчан на страничке в Фейсбуке нынешние реставрационные работы называют уничтожением культурно-исторического наследия и требуют, чтобы российские власти прекратили их. 11 человек погибли во время перестрелки в Мексике. Инцидент произошел вблизи курортного города Капулька. По словам властей, причиной стрельбы стал конфликт между местными вооруженными формированиями и посетителями фестиваля. Чтобы урегулировать ситуацию, власти привлекали армейские подразделения. В Париже почтили память жертв терактов, совершенных три года назад. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед бывшими офисами сатирического журнала «Шарли Эбдо». Напомню, в январе 2015 года на протяжении трех дней джихадисты из группировки «Аль-Каида» убили 17 человек. Среди них авторы и художники журнала, погибшие за сатиру на ислам. А также возле магазина «Гиперкашер», где через два дня после расстрелов в редакции террорист захватил заложников. Кроме Макрона, в церемониях приняли участие выжившие журналисты, члены правительства и мэр Парижа Анн Идальго. С вертепами и колядками встретили Рождество на Софийской площади в историческом центре Киева. Известные украинцы показали произведение «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, но передали его на современный лад. Вечером Софийская площадь переполнена людьми и рождественским духом. Сегодня такой невероятный день, что просто невозможно усидеть дома. Хочется поделиться своими эмоциями с окружающими и самим зарядиться позитивом. Позитив со сцены людям дарят знаменитости, играют гуголевскую ночь близ Диканьки, но на современный лад. Кроме привычных героев Оксаны Ивакулы, здесь также герой АТО, а также российские агенты ФСБ. Полковник Штирлиц и полковник ССМ. Кроме того, есть Ждун, есть компьютерный вирус Петя. То, что вы видели, это отпечаток современного информационного пространства на традиционном вертепе. Отпечаток удался. Нас убили в конце. Это хорошо. Поэтому нужно колядовать и ждать мира и согласия в Украине. Зрители признаются, интерпретация непривычная. Я помню старую постановку, а здесь все по-новому, по-украински. Подобается. Мне нравится здесь и гулять, и смотреть концерт. Гулять и смотреть концерты. Закончили праздничное представление общей колядкой. Любовь Задорожная, Антон Куница, Юэй Ти Ви. В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус». Сразу четыре награды получил фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Режиссера Мартина Макдонаха он победил в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая драматическая актриса» и «Лучшая мужская роль второго плана». «Леди птица» Греты Гервик взяла приз в номинации «Лучшая комедия-мюзикл», а также «Лучшая женская роль в этом жанре». Лучшим драматическим актером признали Гарри Олдмена за его роль в фильме «Темные времена». Вы смотрели главные новости. К этому часу с вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с Юэй Ти Ви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова